Девушки отдыхают Лол Тим 2 против Red Rush Unity. Матч амбициозных претендентов на лан-финал и мастеров танкового дела из Красного Альянса. Игроки Лол Тим 2 под руководством УПСА продолжают уверенно идти к своей заветной цели — лан-финалу третьего сезона. У нас сейчас крайне тяжелый период в онлайн-части Голден Лиги. Четыре тура подряд мы играем с топовыми командами. Матч с Red Rush Unity — это очередная возможность не только получить колоссальный опыт, но и показать, на что мы способны. Сыграв в прошлом туре в ничью с бойцами Лол Тим 1, команде Red Rush Unity выпал шанс отыграться на второй команде Желтолицых. Ну что же, много слов было сказано перед этим матчем. Осталось командам на деле показать, кто тут бабочка и самый главный в этом матче — на карте Руинберг. Начнем, как всегда, с этапов, Леш. Что стоит выделить у команд в первом бою? У Лол Тим, конечно же, следует отметить то, что они используют першинг. Они играют несколько нестандартно для первого боя. Используют 69-ки, используют сотки, но все-таки их сетап больше подточен для того, чтобы играть позиционно. В отличие от команды Unity. Unity используют нереально разнообразный сетап. Это и першинг, это и ИС-3, и ВЗ-132, и 50-100. То есть парни взяли всего побольше, и у каждого танка есть своя задача. Итак, сразу же мы понимаем, что делают обе команды. Мы видим, как занимают полностью деревню ребята из Лол Тим 2. Ну а ребята из команды Red Rush Unity начинают их заманивать на свою территорию. Леш, расскажи, в чем задумка Unity была в этот момент? У Unity простая задумка — заманить соперника ближе к себе. И они, возможно, специально подставляют Толика, подставляют Арти, и начинается первый размин. И Лол Тим так увеличены перестрелкой, что забывают о том, что у соперника еще есть 2Т1 и ВЗ, которые в любой момент могут ворваться. Лол Тим перестреливаются, ни о чем не задумываются, убивают соперника. Все вот даже стандартно. Да, ситуация становится 4 на 2 после минуса на Анатолича. Сейчас в данный момент его будут добивать игроки Лол Тим 2. И казалось, что все, дело сделано, но в этот момент начинается захват трех танков. Капи, Максан и Рино уже на базе соперника. Лолы должны возвращаться, возвращаться могут только Т1. Хорошие, кстати, позиции, стоит отметить, были у Псай и Вакуума. Их даже не заметили соперники, но вот они очень, мне кажется, плохо отыграли вот здесь вот при сбитии захвата. Они должны были выходить в двух флангах. Они поехали как-то очень аккуратно, неспешно. Их засветили, Рино выезжает и дает минус 2 танка. Ну а дальше уже сбить просто было неким. Все танки были в городе, они были далеко. И плюс танки не совсем уж мобильные у Лол Тим 2. Юнити очень четко реализует свой раунд. И казалось, что команда замечательно подготовила карту Руинберг. Но, как покажут дальнейшие события, не все так просто. Второй бой. Во втором бою Лол Тим 2 выводят на поле крайне увесистый сетап. Два третьих ИСа, Китаец-100-ка и Француз-50-100. При этом тяжи отправляются не вглубь города, а на центральную дорогу. Как показали дальнейшие события, сделано это было неспроста. Юнити разбивают свой танковый лагерь в деревне и неспеша изучают обстановку на зелени. Смайлики же сознательно держатся на средней дистанции от оппонентов, заманивая их к себе как можно ближе. Такой позиционный маневр был необходим для того, чтобы расчистить путь на вражескую базу, светляку и девяностику. План срабатывает. Фанат киберспорта отвлекает на себя внимание Рина и Люцика. А Вакуум и Павлик Морозов вламываются на захват. Отступить через засаду в центре Юнити не могут. И последние надежды возлагают на летящую домой 69-ку. Однако Семечко успевает уничтожить рояль в кустах команды Юнити, разведчика Капи. Не получив точных координат, Анатолич вслепую пытается сбить захват, но мимо. Лол Тим 2 поднимают свой флаг и сравнивают счет в матче 1-1. Итак, счет 1-1. Довольно равная игра. Давайте посмотрим на сетапы третьего раунда. Алексей, как ты прокомментируешь 3-50-100 от Юнити, например? Здесь стоит отметить, конечно же, сетап Юнити. Это 3-50-100 и тяжелый танк ИС-3 плюс 13-90. Задумка о Юнити проста. За счет своей массы, за счет своей брони и ХП задавить соперника. Попытаться в максимально короткие строки убить соперника. Возможно, подловить кого-либо. Но не все так просто было для команды Лол Тим 2 в этом бою также. Толик чересчур агрессивно сыграл. Он попытался выехать на 69-ку, которую вроде бы он видел одну. Но на самом деле Лол Тим 2 там была вся команда. Толик выезжает на все стволы, погибает, далее получает Тарти урон. Еще и Диадор выезжает через чистое поле, пытается прорваться к сопернику. И команда Юнити работает совершенно не тимплейно. По одному отдают свои танки в начале игры. Ну и остается 50-100 и Рина. Поэтому, знаешь, там уже шансов, по-моему, не оставалось никаких. Но очень долго мучили Лол Тим 2 команду Red Rush Юнити в этом бою. Ситуация 4 на 2. Для Лолов это уже было дело техники. Добить своих соперников. В принципе, парни очень аккуратно, четко отыграли. Говорили в Тимспике, что не нужно играть агрессивно. Не стоит допускать ошибки. Нужно сейчас выиграть бой. Что и парни, в принципе, и сделали. Четвертый бой. Лидируя в счете, в четвертом бою Лол Тим 2 берут смешанный сетап с малышами-эльтракторами для дальнего подсвета. И возводят на своей базе настоящую крепость. Игроки переключаются в режим партизанской войны и ждут шагов от противников. Эту хитрую задумку Юнити раскусывают и пытаются найти подход к танковым баррикадам смайликов. Неудачно вперед выезжает любопытный Диадор. Информация о соперниках достается ценой шести сотен очков прочности. Единые продолжают перебирать варианты действий. Можно же не объехать через эту базу и прилететь как-то сюда. Да, свезет. Мы сейчас не войдем. Вот объективно мы не войдем туда. Только можем по церковь заехать сейчас. Долгими минутами, метр за метром, Юнити приближаются к укреплениям соперника. Размениваются снарядами, но действуют хаотично и разрозненно. Обстановка напряженная. В смайлике огрызаются, и Анатолич с товарищами решает сохранить свои танки до следующего боя. Да не сможем мы на захват проехать. Артиз, зачем ты проехал? У тебя есть снаряд? Пять. ИС-3 выехал. ИС-3. У меня убьется. Забей, я уже не там. Пробуйте. Тут ничья, ладно. Капи, штыки. Уйди, штыки капи. Ой, боже. Ничья. И счет в матче остается прежним. 2-1 в пользу Лолтим 2. Пятый бой. Ну что же, после такого мозгодробительного раунда для команды Red Rush Unity им было очень тяжело в пятом бою при счете 2-1 в пользу команды Лолтим 2. Причем Лолы начинают снова с верхней базы, последний пятый бой. И, по-моему, парни абсолютно понимают, что они будут делать дальше и помнят о тактике Unity с захватом. Команда Unity вновь повторяет свой разъезд. Они вновь едут через город. Видимо, снова рассчитывают на захват базы. Но несколько неосторожно сыграли, конечно же, Т1 команды Unity, особенно Максан. Он на своем Т1 выезжает и получает прострел от Буратино и погибает. И в городе уже не три танка, а два. И мы понимаем, что в приоритете захват базы уже так быстро не удастся. Команда Лолтим, увидев, конечно же, этот средний танк в городе, понимают, что нужно ломиться вперед, нужно перестреливаться с Диадором и Люциком, забирать тяжи и, возможно, возвращаться на базу. С одной стороны, казалось бы, что Лолтим 2 легко выигрывает бой в деревне и вообще команда играет классный раунд. Но на самом-то деле, как показали финальные события, Лолтим 2 все-таки не были готовы к захвату. И если бы не погибель Максана в начале боя, то просто Павлик Морозов бы не успел сбить захват. Вот, видим, вакуум вообще не успевает ничего сделать. Остается 5-4, там, 3 секунды, 2-1, но влетает Павлик Морозов и сбивает захват. Если бы уже здесь был Максан, то, в принципе, счет бы уже был бы 2-2, и мы получили ничейный результат. Ну а так, Победа 3-1 в пользу Лолтим 2 и отличная игра от этих парней. А первую строчку в рейтинге дэмэдж-дилеров матча взбирается дрессировщик. Своим противникам он нанес почти 8 тысяч урона. Главный бомбардир встречи Рина. Бойцу Юнити удалось наколотить 9 фрагов. Ему же достаются лавры лучшего разведчика. Правда, делить их приходится с Павликом Морозовым из Лолтим 2. У обоих по 9 засветов. Сенсационная победа Лолтим 2. Леш, какие твои эмоции после этого матча? Считаешь ли ты, что Юнити недоценили соперника, либо Лолтим 2 показали хорошую игру, либо это все-таки карта Руинберг? Лолтим 2 сложно побеждают. Все-таки было видно, что команда тренировалась не один день, у них были свои тактики, задумки. Юнити после второго сезона так и не смогли научиться играть Руинберг. Каждый раз они ошибались, допускали больше ошибок, чем соперники, а Лолтим играли свою игру. И поэтому они, конечно же, побеждают. Я лишь добавлю, что пример вторых смайликов доказывает, благодаря упорному труду любой команде по силам бороться с лучшими из лучших. Тренируйтесь и верьте в себя. До встречи в следующем выпуске программы Матч Тура, героями которой станут лидеры Голден Лиги, Натус Винцер и Агейминг. Не пропустите. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова